Приветствую вас, дорогие мальцы, братья и сестры. Поздравляю вас с сегодняшним днем с началом рождественского поста. Первый день у нас сегодня рождественского поста, и мы с вами совершили божественные труды. Большая часть из находящихся причастились, поэтому мы очень рады, что вы сподобились причаститься к святых божествам Христовых Танец. Это очень важно, что вы так начинаете рождественский поста. Он еще называется Филипповым постом, и длится будет до праздника Рождества Христова. Поэтому я бы попросил отца Виктора, конечно, еще приехать сюда, послужить наверное. Смотрите? Да. Конечно, у вас тоже надо послужить здесь, особенно в этих местах, где люди находятся в особенном ущербном состоянии для себя, в состоянии несвободы. Вот. И, конечно, ощущение свободы во Христе – это, наверное, самое главное. Вот апостол Павел в сегодняшнем послании к Солунину так и говорит. Мы живы, потому что вы стоите во Христе, Господи Иисусе Христе. Апостол Павел почему это говорил? А потому что, когда он устраивал церковь в Солунии, то есть в городе Фессалунике, это по-славянски Солуни, а по-гречески город Фессалунике, только этот город в Греции совсем не далеко от святой горы Афоника, где и подвязался преподобный Пависий, память которого в России будет праздновать. Этот город особенный. Вот одна из древних христианских общин была образована там апостол Павел. Но образовать было очень трудно. Вот христианская община, где проповедовал апостол Павел в синагогах иудейских. Вот он оттуда и начинал, проповедовал. Но многие принимали это учение, но многие оказались противниками. Особенно с иудейской стороны они не хотели, чтобы апостол так говорил о Мессии. И поэтому было довольно-таки много противников. И апостолу пришлось даже бежать из Салуни. В город Верея такой называется город. В дьяниях апостолов это описывается, как это все происходило. Какой бунт именно сделали люди, которые не хотели принимать слово о Христе, иудействующих не хотели принимать это слово и устроили гонение на апостола Павла. И вот он пишет из другого города, посылает своего ученика Тимофея. А Тимофей приходит и рассказывает, что оказывается в этом городе много, очень множество сторонников учения Христова. И поэтому Павел с таким удовольствием пишет, что мы живы тем, что вы стоите во Христе. Вот дорогие мои, именно только тогда мы и являемся живыми людьми, когда именно находимся с нашим Господом Иисусом Христом. Почему я вот просил отца Виктора именно послужить божественной тургией? Потому что человеку свойственно забываться, особенно в нынешнем мире, когда множество информации, да и вы, наверное, хотя находящиеся здесь, тоже пребываете в таком давлении информационном. И естественно человек растворяется в этом информационном поле, рассеивается. И умы тоже рассеиваются. И невозможно порой часто человека именно не заставить, а просто как-то ну, подтолкнуть к тому, чтобы как-то он сосредоточился на чем-то хотя бы, на чем-то сосредоточился. Ум рассеивается на множество всяких каких-то соблазнов, каких-то именно тем, новостей. Ну, новости — это те же сплетни, только общего характера большого. Что там творится, что там творится. И человек, слушающий вот такое множество всяческих новостей, он думает, что там делается, там делается. Он думает, что делается со своей душой. Что делается у тебя внутри? Вот отец Виктор рассказывал о преподобном поэсии. Вот там был очень интересный момент. Почему именно произошло преуспеяние его как именно наставника, как духовного руководителя, как духовного писателя, который смог собрать себе множество монахов? Да тысячи человек собралось в Румынии, в Няминском монастыре. Таких монашеств еще. Почему они от него тянулись? От чего это началось? Почему же Боисий так притягал себе? Он не только читал книги. Мы знаем, что многие книги читают. Вот особенно в сектантских организациях, протестантских. Там Библию знают наизусть практически. Но ведь духовного такого кормления знания души почему-то там не происходит. И в других местах. И казалось, люди много книг читают, но духовного посвящения почему-то не происходит. Есть знания духовные, но знания, познания это одно, а исполнение это другого. В чем же причина? А в том же, когда преподобный Паисий Афонский, Паисий Веричковский пришел на город Афон, он искал себе духовностного старца. И вдруг он увидел, что на горе Афон нет таких старцев. Монахи занимаются внешними делами. Усиленными молитвами, усиленным постом. Могли береги носить, то есть такие же железные цепи на себе. А вот внутреннее выделание, духовное выделание этого неба. Избавление от именно внутренних таких привычек. А какие эти привычки внутренние? А вот такие привычки, помыслы наши, которые приходят. Вот почему люди совершают те или не дурные поступки? Что это сразу происходит? Оно же не сразу происходит. Вы можете на себе это ощутить и ощущать. Приходят какие-то мысли. Вот если мы этим мыслям, эти мысли дурные принимаем, то постепенно эти мысли перерастают в делах. Поэтому мысли наши оказываются небезобидными. Они могут привести порой к очень тяжким посредствиям. Ну как вы знаете, к преступлениям. Отчего? Просто так, что ли преступления могут быть? Нет. Сначала приходит полоса. Если человек его не отсекает от помыслов, принимается, начинает с ним заигрывать, то помысл разрастается, захватывает всего человека. Потом уже подталкивает его к какому-то деянию. И через какое-то время, смотришь, человек совершает тот или иной поступок. Вот. Поэтому преподобный поэсий, когда увидел, что на Афоне, на этой Святой горе, монахи подвязаются, ну, внешними делами, молитвами, поклонами множества, но нет духовного окормления. Что такое духовное окормление? Это знание человеческой души. Как оно может происходить? Только тогда, когда человек занимается сам своей душой. Вот другой поэсий, поэсий арфонский. Это новый прославленный святой. Вот. Он с детства приучал себя именно анализировать свои поступки за каждый день. И потом он говорил уже, будучи именно известным монахом, это мне помогало в жизни. Очень. А вот что сделал поэсий, который пришел со своими друзьями на город Афон? Не обнаружив никого, они стали жить на большой общинничке. Двое и трое человек. И они просто доверяли помыслы, которые у них были внутри, рассказывали друг другу. Что у них скверно? Даже самые смрадные мысли, которые человек межской стыдится рассказать, ему стыдно, они все рассказывали. Приходят мысли худые, смрадные помыслы, блудные помыслы. Вот они друг другу об этом рассказывали. Такое пришло, это пришло. Это помогало им избавляться. Помогало избавляться, именно исцелять свое сердце, свою душу от этой грязи. Вот запомните, дорогие мои, да, что именно скрывание своего такого, да, от духовника, вот. Это, конечно, приводит, что помыслы никуда не уходят. Если мы их скрываем, если мы их не исповедуем, если мы их не раскрываем перед своим духовным отцом, то они, конечно, в нас роются, и как змеи на такой роя. И постепенно, если они нас приводят за чему-то очень дурному. Вот постепенно так преподобный Паисий и стал приобретать большое братство. И вот промыслом Божьим он через какое-то время был уже положен там на горе Афон в священнический сан и ушел уже дальше, обратно уже в Молдаве, в Румынии. И что поразительно, он оттуда с Молдави и Румынии пришли старцы, русские старцы, которые стали насаждать учения Паисия в наших русских монастырях. Откуда возникло старчество Аптийское? Вот от него, от Паисия Афон, от Паисия Ильичковского. Вот откуда возникло. И занятием в монастыре у преподобного Паисия монаха было такое, это было творение Иисусовой молитвы, ежедневное откровение полностью к духовнику и, конечно, труд. Чем-то они занимались, но многие занимались, они переписывали книги с одного языка на другой или просто переписывали. Тогда не было, это было с конца XVIII века, не было всякой множительной техники и всякой сегодняшней техники, которая может в мгновение ока нам книгу напечатать. А приходилось переписывать книги. А старинные книги приходили в негодность, их надо было переписывать. Вот такой труд был у монаха. Вот они занимались таким трудом, трудом и, конечно, трудом духовным, это откровение своих мыслей, творение Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешни». Откровение помыслов они приобретали по-настоящему вид ангельской жизни. Вот к чему приводила такая боговодная жизнь. И вот нам сейчас, можно сказать, что современные люди, ну это же монахи, но ведь люди, живущие в мире, они страдают от всяких болезней, от всяких мыслей худых страдают. И не знают именно того, как от этих мыслей избавляются. Эти мысли приводят их к дурным каким-то поступкам, к самым простым. Приходит раздражение на кого-то, мы их выражаем. Приходит злоба, мы тоже выражаем эту злобу. Мы не избавляемся от этой помыслами, которые, эти помыслы имеют почву внутри нас. А почему они имеют такую почву внутри нас? А потому что мы не занимаемся своей душой. Мы не анализируем свои поступки ежедневно. Что мы делаем, как мы делаем. Поэтому они приходят, и мы их принимаем. Мы не знаем, что это худо, что это плохо. Думаем, ну нас никто не видит же, мы же вот, они же мысли невидимые. Оказывается, они влияют на нас очень, серьезно влияют на нас. И потом эти невидимые мысли перерастают в невидимые, худые дела. И вот, дорогие мои братья и сестра настоящая, этот труд очень важно для нас, особенно те, кто приходит в Церковь Божию, что оказывается, жизнь духовная, это не только жизнь. Вот пришли вместе с вами, помолились, пост сейчас будет, вот мы будем его вот так как бы соблюдать этот пост. А мы как-то видим пост немножко с какой-то, с одной стороны. Пост это значит не вкушение чего-то. Пост значит превращение в какую-то некую такую диету. Вот я не вкусил того, я вот, это хорошо. А вот вкусил это плохо. Ну какой-то батюшка такой умный сказал, что людей не кушать. Людей не кушать. Что это значит, да? О как к этому прийти? Только тогда, когда мы с вами начинаем вести дух, внимательно присматриваться к себе. А что у меня делается? А почему я раздражаюсь? А почему бы не пришел именно на меня? Вдруг, а чего-то, да? Когда мы так внимательно в себя смотрим, то у нас, конечно, образуется уже некий опыт, откуда это все приходит. И вот поэтому человек, конечно, становится совершенно другим. До бесстрастия мы, скорее всего, не дойдем, но к воздержанию от таких мостей можно пить ее. Вот. Это в нашей мире с вами. Мы можем это сделать. Поэтому я вам, дорогие мои отцы и братья, сестра, желаю, чтобы у вас это было всегда, да? И сейчас пост, он хотя бы так считается такой, ну, ослабленный пост. Можно рыбку кушать, масло кушать. Это не такой по устрогости, как строгий пост, как Успенский пост, но любой пост требует к себе, прежде всего чего? Внимание. Вот постарайтесь в эти дни быть особенно внимательны к себе. Как это быть внимательны к себе? Значит, надо меньше рассеиваться на другое. А если будем все слушать и думать, как живет тот, и как тот, и питаться сплетнями, мы в себя не можем вникнуть и привести себя к такому вниманию. Поэтому здесь требуется именно сосредоточение на своей жизни, на своем сердце. Что у меня в сердце творится? Вот не зря же в Священном Писании бывает. Откуда приходит дурная мысль? Из сердца, говорит, приходит дурная мысль. Убийство, тельба и другие, и другие, которые перечисляются в Священном Писании. Вот что мы можем сделать хотя бы немного для исцеления своей души. Когда исцеляется душа наша, тогда и мы с вами исцеляемся полностью. Постепенно тоже исцеляемся. И мы тогда обретаем именно настоящую свободу. Свободу в Господе Иисусе Христе. То есть в стоянии таком в Господе нам приносит радость. Почему апостолы говорят, что мы живы, что вы стоите в Господе. И вот, дорогие мои, чем живет христианская община? Тем, что она стоит в Господе Иисусе Христе. Ну вот будьте Господи. Вникайте в себя. Просите Его. Творите молитву хотя бы простенько. Господи, помой. Вот. Отцы даже говорили, если Иисусова молитва для вас очень трудная, то сократите ее. Господи, Иисусе Христе помилуй меня. Чтобы главное все внимание было к словам молитвы. Вот тогда вы увидите в себе, что сколько разных змей копошатся в вашем сердце, толкает вас на что-то, на что-то дурное. Вы будете различать тогда. Это будет начало вашего эстетика.